Всем привет, с вами Хьюг. Я продолжаю проходить сталкер под прикрытием смерти клон Дайк. Ну вот в прошлой серии я спас банду Седова, сейчас уже вернулся обратно к свободовцам для того, чтобы поговорить с хакером насчет взлома ноутбука. О, здоров, сталкерок. Здоров. Слыхал, что ты любишь покопаться во всякой электронной технике. Привет. Ну, есть такое увлечение. Правда, теперь оно, конечно, переросло в прибыльный бизнес. Ну да ладно. Видимо, ты не просто так пожаловал, раз интересуешься. Тогда давай сразу к делу. Ну, делу так делу. А деляга, в общем, такая. Есть ноут, содержащий важную инфу. Однако проблема в том, что ноут золочен и доступа к данным без определенного пароля нет. Вот я и решил обратиться к тебе, как к опытному в таких делах. Интересно. Ну, давай свой ноут. Однако за такую услугу тебе придется мне помочь. Попробуем. Хорошо. В общем, сетриовина такая. Вечером на болотах, неподалеку от нашей базы, должна пройти сделка. Кто именно будет присутствовать, мне неизвестно, поэтому тебе придется действовать по обстоятельствам. Расклад такой. На вертушке приводят груз и передают группе. Твоя задача дождаться, когда закончится сделка и улетит вертушка. Затем положить всю группу и забрать груз. Однако учти, если кому-нибудь из группы удастся выжить, то начнутся проблемы. Так что постарайся расправиться с неизвестными по-тихому. А что за груз? Должны передать, я как понял, тоже неизвестно. Ученые недавно проводили исследования новых аномальных полей и результаты записывали на электронный носитель. Копию записных данных они продали неизвестным. У нас есть хорошая возможность завладеть такой ценной информацией. Отлично. Жди результатов. Так, ну вот получили мы задание уничтожить группу по заказу хакера и забрать флешку. Но перед тем, как мы отправимся искать эту группу, я хочу сказать, что вот хакер тут еще скупает ПД сталкеров. Но пока что ПД я ему отдавать и продавать не хочу. Вот эти, которые у меня два есть. Потому что эти ПД нам в будущем понадобятся. Ну, можем у него сейчас тут подчиниться. Быстренько. Ну и пойдем искать эту группу. Так, все отлично. Ну и чтобы выйти с этой базы, нужно подойти к этому вот Суслову. Он предложит нам остаться, но мы как-нибудь в другой раз отвечаем. И нас сразу перекидывает уже за территорию базы Чистого Неба. Так, а здесь сразу нас встречают собачки, с которыми лучше бы разобраться. Так, что-то у меня опять начало немножко потормаживать. Вроде же недавно включал запись, проверял. Было нормально. Так, сейчас с ними разберемся. Вот, кстати, мне кто-то в комментариях писал, что можно улучшить этот вот бизон. Отмодернизировать. На скорострельность. И получится очень даже неплохой ствол. Ну, не знаю. Пока что его модернизировать я не буду. Так, ну а сейчас мы отправляемся в то место, где у нас в оригинале шрама накрыл выброс. А именно вот туда вот, к этой вот вышке. Вот здесь она находится. Точнее, вот здесь вот. Так, бежим сюда. Ну и здесь вот мы находим трупы долговцев. Непонятно, что с ними случилось. Но вот когда мы обыскиваем вот этого вот товарища, то у нас появляется задание вернуться к хакеру. Так, ну здесь у них есть разные свалы. В принципе, можно было, конечно, бы их взять, потом отремонтировать. Может кому-нибудь продать. Может даже попользоваться, но вот айс вал есть. Но пока что мне, в принципе, это не надо. Да и тем более, мне тут сейчас придется туда-сюда бегать. В общем, не хочу я забирать эти стволы. Торговцы их, наверное, не купят. Они слишком сломанные. Ну а веса особо у меня нету. Так что так, гранатки заберем. Вон даже уже перевес. Так, ну ладно, сейчас я иду на этот механизаторский двор. И Турбо должен меня проводить опять на базу чистого неба. Так что встретимся уже возле чистонебовцев. Все, вернулся я к хакеру. Неприятные новости. Группа мертва, флешки не обнаружилось. Да, опоздали все-таки. Ну а нет и сюда нет. Приходи, как найдешь флешку. Вот после этого у нас появляется задание доложить Хасану об убийстве Седова. И вот как раз задание называется взлом ноутбука. Так что думаю, после того, как мы Седому... О, после того, как мы Хасану доложим об убийстве Седова, всплывет какая-нибудь информация насчет насчет вот этой вот флешки возможно. Так, ну ладно. Отправляемся тогда обратно в Темную долину. Это нам нужно будет идти на Затон. Затону в Темную долину. Так что встретимся возле Хасана. Все, добрался я до Хасана. Ну все, проблемы решены, Седой мертв. Видать, пересрался, как меня увидал. Нервы сдали. Сопротивляться не стал, поначалу что-то ждал, но когда увидел, что дело худо, банду разгромили, решил сам застрелиться. Неплохо, сталгерок, неплохо. Мы тут с одним фраером поспорили на 10 штук, мол, справишься ты или скопытишься. Он проспорил, теперь в долгах ходит. Но ты свое заслужил. Отлично, что там насчет контейнера? Забирай, раз на то уж пошло. Ага, бывай пахан. Слухай, погоди, есть одно дельце. Возьмешься, хорошо, отплачу. Бабла не пожалею. А кидануть решишь? Мигом покромсаем. Шо мало не покажется. Но вижу, те резоны кидать с меня нет. Как-никак шанс немало хабара отхватить. Не каждый раз выпадает. Вещай, коли уж начал. Что там за дельце такое? Короче, расклад такой. Недавно на болотах бригада грека вольнула группу должан. Церемониться особо не стали, завалили, обшмонали и дернули. Нам лишних проблем с командованием долгов не надо. Однако мы кое-что интересно откопали. Заблокированную флешку с инфой. Решил пробить по своим каналам. Шо да как, шо за группа была и вот шо и она выяснил. Оказывается, они эту флешку получили от ученых. Ну, от тех, что на большой земле промышляют. На флешке достоверная инфа о новых аномалиях. Такого нет ни одного сталкера. Ну так вот, разблокировать бы флешку, да хрен его знает как. Я, в этом деле не спец, но знаю одного человека, который поможет. Уже давно имеет дело с подобными вещами, так что опыт у него есть. Связать с ним поможешь? Увы, нет, он как-никак оказывает помощь только своим. Хм, тогда давай сам, если находишься в кругу его доверия. Так, отлично, вот получили мы флешку, которую нужна хакеру. Ну и теперь нужно будет возвращаться обратно к хакеру, отдавать ему эту флешку. А вот что насчет дела Хасану, он же как бы нам сказал, что нехило так заплатит, если мы что-то там, если нам удастся разблокировать эту флешку. Но похоже, похоже мы его предадим. Но еще непонятно. Ладно, в любом случае возвращаемся тем же путем обратно на базу Чистого Неба. Ну что ж, вернулся я к хакеру. И, кстати, вот сейчас вспомнил, нам же бармен говорил, что там вот контейнер с артефактами такой тяжеленный, его там три чувака еле тянут. А нам вот Хасан отдал контейнер бармена два килограмма всего лишь весит. Ну не знаю, может там какой-то те чуваки еще другой хабар тянули, но вот контейнер не тяжелый, но это хорошо. Так, ну давайте дадим флешку хакеру. И снова приветствую, на этот раз с хорошими новостями флешка найдена. В разгроме квада долговцев была замешана банда Хасана. Неплохо, где раздобыл? А впрочем, это уже не важно. Покопался я тут с твоим ноутом и кое-что прояснилось. Оказывается, на ноуте хранится не все данные, а только их часть. Для доступа к информации нужен специальный токен, на котором хранится другая часть. Хитро, выдумали. Хорошая защита от попыток взлома. Хм, значит, токен остался у группы вояк, сопровождающих научников, что погибли около мертвого озера. Что бы сделать, рейд к озеру организовать, наши ребята из клана смогут помочь. Нет, спасибо, я в одиночку пойду. Мне бы только знать, как лучше всего попасть к озеру. В этом тебе сможет помочь Ной, он знает телепорт, который как раз ведет к озеру. Хм, понятно. Так, сейчас быстренько отремонтируемся и будем отправляться к Нойу. Так, но Ной у нас находится на затоне, на старой барже. Так что отправляемся опять на затон. Ну что ж, добрался я до Нойа. Ух ты. Вот тут прибежали. Так, ну давайте зайдем к нему в гости. Тихо, спокойно. Ты кто такой? Сталкер? Просто Сталкер? Ты все-таки понял и перешел в ковчег? Дело к тебе, Сталкер, помощь требуется. Провалю отсюда, ты поскорее понял? Не в духе сегодня. Могу отплатить, причем неплохо. Я ищу телепорт, что ведет к Мертвому озеру. Тебе что, неясно сказали? Валя отсюда. Хотя нет, постой, я проведу тебя к телепорту, только вместо денег я попрошу фугасную бомбу. Где и как ты ее найдешь, это твои проблемы. Так, ну вот получили мы задание раздобыть фугас для Нойа. Его можно сделать с помощью специального навыка. Ну давайте зайдем в навыки, сбор предметов. Ну здесь вот есть взрывчатка с детонатором, ну и следя по всему это то, что нам надо. Ну для этого нам нужен взрыватель, GPS-передатчик и консервная банка. Консервную банку не проблема найти, но сейчас вопрос, где достать взрыватель и GPS-передатчик. еще раз заходим в навыки и здесь смотрим. Работа с гранатами. Данный навык позволяет извлекать взрыватель из гранаты. Изучаем его. Отлично, заходим в инвентарь, у нас появляется набор для работы с гранатами. Те необходимы, необходимы для безопасного извлечения взрывателя из гранаты. Требует навыка использования. используем. Ну и вот можно извлечь взрыватель из РГД-5 или Ф-1. Так, но РГД-5 у меня нету, так что из Ф-1 извлекаем. Отлично, получили мы взрыватель. Еще раз заходим в навыки, осталось у меня 87 очков и здесь у нас есть работа с электронными устройствами. Данный навык позволяет разбирать различные электронные устройства. Изучаем его. Опять заходим в инвентарь и появляется у нас такой вот кейсик набор для работы с КПК. Все необходимое для разбора персональных компьютеров требует навыка использования. Ну вот я в начале серии говорил, что нам вот эти вот ПДА понадобятся, так что мы этот кейсик используем и появляется у нас такое вот окошко, нажимаем разобрать. И вот получили мы два GPS-передатчика, а также еще флеш-карту с инфой об аномалиях. Ну а теперь похоже у нас есть все для того, чтобы собрать эту фугасную бомбу. Так что давайте попробуем создать. Невозможно создать. Что-то значит еще надо. Так, в общем, посмотрел я здесь в информации по сбору предметов, у нас окажется написано для сбора нужны инструменты и расходники. Но с этим нам может помочь Сидорович. Так что сейчас нам придется отправиться на кордон. Так что идем к нему. Все, добрался я до Сидоровича. Приветствую, я бы хотел приобрести некоторые предметы для сбора. Покупаем у него инструменты и расходники. Так, еще счетчик Гейгера предлагает, понятно. Так, ну давайте теперь попытаемся собрать эту бомбу. Так, ну давайте попытаемся теперь собрать эту бомбу. Просто вышел я из бункера Сидоровича, включил звук, а то как-то вообще тихо. Так, ну что же, заходим в наши навыки. Так, уже 26 очков у меня, сбор предметов, ну и взрывчатка с детонатором создать. Предмет успешно собран. Отлично. Засчиталось у нас задание собрать фугас для Ноя, но теперь нужно этот фугас отдать. Электронное устройство для удаленного дистанционного управления другим электронным устройством на расстоянии. ПДУ применяется как часть дистанционного управления объекта. Так, а вот это у нас сама взрывчатка. Понятно. так, не понял, а что-то инструменты у меня что-ли не забрались? Что-то я не понял. А, ну, наверное, да, все правильно, они не забрались, просто я ими воспользовался. Понятно все. Ну, блин, они слишком дорогие, конечно. Кстати, вот есть здесь один баг, если вы, конечно, не устанавливали патч и играете на самой первой версии этого мода, здесь вот эти инструменты и расходники у Сидоровича мы покупаем за 3000, а продаем за 5. Так что, таким образом, можно нехило так наварить денег, но я особо тут варить ничего не собираю, все-таки это читерство, но просто, чтобы избавиться от лишнего веса, вот это надо ему продать. Так, отлично. Или нет? Стоп, а, кстати, вот еще сбор предметов. Детектор мега, счетчик гейгера. Ё-моё. Так, ладно, еще раз покупаем инструменты расходники и счетчик гейгера. Так, сейчас попытаемся собрать. Информация об аномалиях у меня есть после того, как я ПДА разобрал. может получится сейчас собрать еще-еще этот детектор мега. Ух ты, получилось. Отлично. Ну и как, теперь искать будем артефакты, наверное, вообще будет круто. Да, теперь мы, наверное, все артефакты найдем. Так, ну, блин, ничего не поделать, придется еще раз продать. Что ж тут? тут. Ну, немножко заработали таким птическим способом деньги, но на этом мы остановимся уже, больше не будем. Так, ладно, все, уходим с картона и отправляемся обратно на затон к Ною. Ну что ж, добрался я до Ноя, но сначала хочу сказать, что с помощью моего нового детектора я уже тут без записи в темной долине вот в этом вот месте по-моему, или вот в этом вот там аномалии такие есть. Там я еще раньше, когда расставлял сканеры на запись находил два артефакта, а сейчас с помощью нового детектора отыскал там артефакт пламя. Также в какой-то еще аномалии, по-моему, Мамины Бус отыскал, не помню точно где, но самый хороший артефакт это золотая рыбка, которую мне удалось отыскать на болоте так на болоте где-то вот в этом вот районе тут аномалии были и там мне попался артефакт золотая рыбка. Также на болоте я еще купил себе вот такой вот шлем-заслон и проапгрейдил его немного тут, но самое главное проапгрейдил пси-защиту, потому что сейчас мы отправимся в такое не очень хорошее место и пси-защита нам будет очень нужна. Так, ну давайте пойдем к Ною. Ты кто такой? Сталкер, уже виделись? Не помню. Ладно, что тебе нужно? Я по поводу телепортов угас раздобыл. Отлично, тогда следуй за мной. Погнали. Так, путь на мертвое озеро. Так, что тут у нас? Понятно, в общем, все. Это очень напоминает путь на плато. А потом сам двигай. Так, ну... прыгнуть в аномалию. сейчас прыгнем. Артефактов тут у нас никаких нету. Тогда сейчас надо будет аккуратненько тут пройти. И прыгаем в аномалию. Так, и оказываемся мы на локации мертвого озера. Левша, кто-нибудь на помощь? Так, левша у нас находится здесь. Давайте побежим его спасать. Также хочу сказать, я забыл, что я еще немножко здесь проапгрейдил свой АКС-74. Бывший автомат Аркана сделал опять 40 патронов. Так, мы бежим спасать левшу. Сейчас посмотрим, что там с ним приключилось. 45 килограмм у меня из 62. Уже бегаем намного лучше. Вот, закупился энергетиками все равно. Так, ну и что здесь у нас? Что здесь у нас? Ха, ну и что ты орал тут? Приветствую. Как ты здесь оказался, сталкер? Да мы с группой в ходку отправились к озеру, а тут вдруг мутанты нас обложили, ребята погибли, а мне удалось кое-как выжить. А тебе спасибо выручил. Хм, я ж тебе ничего не сделал даже. Помощь нужна или сам выберешься? Нет, спасибо, дальше я уже сам как-нибудь. Слушай, ты в случае мне видал здесь группу ученых в сопровождении вояк? Ну, было дело, видел, как оранжевые комбезы мелькали, вот только напрасны твои поиски. Вся группа, в том числе военные, погибли, и сейчас они находятся где-то среди зомбированных, ближе к эпицентру пси-излучения. Это мне нужно ну, привет. Ну, что ж, сейчас будем искать. Так, надо выбраться из этой деревеньки как-то. Так, ну, он сказал поближе к центру излучения, то есть, я как понимаю, нужно идти вот на этот вот островок. Там у нас, по идее, должен быть центр пси-излучения, потому что это у нас билдовский янтарь. Ну, и вот, когда я играл в мод Lost World Origin, я помню, что там у нас было пси-излучение, но, скорее всего, оно будет и здесь. Так, может, вот какие-нибудь артефакты есть? Нет? Нет, вроде бы. Да, ничего нету. Так, вот появились наши зомбаки. Давайте их, наверное, с СВД снимем, пока есть такая возможность. Они стоят. Никого не трогают. Мы их пока снимем. Так, какой-то тут у нас неубиваемый, что ли? Так, нет, тоже загнулся. Так, ну, вроде с этим разобрались. Ладно, давайте сохранимся. Ну, и пойдем. Так, надо быстро действовать. Ё-моё, как я так попал в аномалию? Так, кинем туда гранату. Ух ты, 19 человек. Надо выключить фонарик. Моя граната ни на что, похоже, не поверяла. Так, с одним разобрались. я даже не знаю, где здесь, у кого из зомбированных нужно искать этот токер. Непонятно. Так, ну, сейчас будем искать. Так, сталкерский рюкзак можем взять, потом посмотрим, что там у нас есть. Я даже на запись вроде еще и не показывал этот сталкерский рюкзак, и сам его только один раз находил. Тихо, но потом покажу. Ух ты, дробовички. Так, с этим мы тоже забрались тоже. Ну, обыскивайся. Блин, ничего нет у тебя. Блин, где же тут искать этот токен у одного из зомбированных? Похоже, придется тут сейчас всех перевалить и потом посмотреть. Так, грозу забрали. Опа! Токен, спецтокен для доступа к данным, что хранится на ноутбуке. Ноутбуки. Так, все, забираем. Забираем. И отсюда можно, в принципе, наверное, уже сваливать, если нас отпустят. или может их еще завалить, если есть такая возможность. Потому что сколько у меня очков? 55, да, до этого было, по-моему, 20 или 30. Давайте, наверное, их завалим. На халяву немножко очков заработаем. Потом можно будет изучить какой-нибудь новый навык. Тут 12 человек, так что сейчас мы их завалим. Да и тем более, может, стволы какие-нибудь найдем. Я там, по-моему, видел у кого-то пулеметик. Так, еще 8 человек. Где вы тут? Ой-ой-ой. Может, тут еще и артефакты будут? Четыре осталось чувака каких-то где-то. Так, ну что, нет тут ничего? Нет, похоже, нету. В тех аномалиях тоже ничего нету. Так, ладно. Тут у нас 9 человек, сейчас мы с ними тоже разберемся. Или все там за забором где-то. Я же вроде там был, никого не было. Так, у нас пси-излучения нету. Можем пока использовать аптечку. так, мы возвращаемся обратно вот сюда вот. Ну, а где же все ребята? Непонятно. так, этого завалили, хорошо. Наверное, все на втором этаже? или где вы? Что-то непонятно вообще. Хм. А где же 7 человек тогда оставшийся? Или может они внизу где-то? Тут же вроде подземелья есть такое. Что-то я не понимаю. Сюда можно залезть, нет? Да, что-то непонятно, нот 61. 61 очко у меня уже. Ну, где эти долбаные зомби? Я что-то не понимаю. Да, что-то тут как-то непонятно. Но если в подземелье, то вход в подземелье я не знаю, где это находится. Не помню. Ладно, в любом случае давайте уже тогда отсюда сваливать, если нам не суждено. больше никого убить. Так что давайте отсюда сваливать. Так, сейчас посмотрим на карте, как мы отсюда будем уходить. Это у нас переход на болото. А, ну вот нам как раз на болото и надо отнести токен хакеру. Так что давайте переходим на болото. все, добрался я до хакера. Ну вот и все, токен найден. Отлично, забирай ноут. Так, замечательно. Теперь нужно вернуться к бармену. Неужели мы наконец задим это длиннющее задание. Так, ну пока можем отремонтироваться немножко. так, так же вот хочу показать этот рюкзачок. Здесь можно взять провизию, медикаменты, контейнер или патроны. Давайте контейнер возьмем. Все возьмем. Так, отлично. Армейская аптечка, колбаса, консервы, энергетический напиток. Замечательно. Так, ну все. Теперь нужно отправляться в бар. К бармену. Так что встретимся возле него. Вот даже написано история закончилась. Теперь можно идти к бармену за наградой. Я надеюсь он мне дофига отвалит, потому что действительно квест очень длинный, но очень интересный. Ладно, сейчас посмотрим, идем к бармену. Так, в общем, я бежал на армейские склады, чтобы потом в бар попасть. И вот в этом месте у меня был в руках детектор. Такой бегу, слышу, как будто артефакт образовался. Оборачиваюсь и действительно тут лежит вот этот вот красавчик. Мох. Максимальный вес плюс 20, восстановление сил плюс 6. Мне кажется, это замечательная находка. Так что сейчас мы снимем, наверное, и повесим. 82 килограмма можем таскать. Правда, конечно, еще если освободить вот эти вот ячейки, чтобы у нас были, будет вообще супер, если еще золотую рыбку можно будет поставить. А так радиация берет. Либо найди какой-нибудь артефакт очень хороший от радиации. Так, ну ладно. 70 килограмм, замечательно. Так, ну и отправляюсь дальше в бар. Все, добрался я до бармена. Ну вот и все, контейнер у меня, ноут разблокирован. Вот и подошла к концу эта история. Ты не представляешь, какие передряги мне пришлось вляпаться за последнее время. Да уж, нехило заваруха получилось. Да себе-то откуда знать, пока я тут у бандитов был на прицеле, ты тут задницу свою отсиживал, да в танки вот поигрывал. Не говори, я тоже хлопотал. Чтоб вытащить тебя из всей этой ситуевины, иначе бы вряд ли ты тут живой сейчас был бы. Мой человек, приближенных к Хасану, зарекомендовал тебя как хорошего сталкера. Лучше бы ты похлопотал, чтобы поскорее устранить Хасана и его банду, иначе у меня будут серьезные проблемы, которых мне при теперешнем раскладе не избежать. Спокойнее, все под контролем, Хасаном в ближайшее время займутся долговцы. Кстати, что там с этим как его с Картавым? Картавый всего лишь пешка, которая начала играть не по правилам, причем не по нашим сталкерским, не по бандитским, за что он и поплатился. Ну и замечательно, награда, как обещал, твоя, а насчет Хасана не переживай, разберемся. Отлично, 100 тысяч, просто замечательно. Ну, вот и все. Так, 100 тысяч 31 рубль. Да, круто. Ну, можем теперь что-нибудь покруче купить. Допустим, экзоскелет. Думаю, мы его заслужили. Или, поэкономить и не покупать, пока вдруг нам что-то понадобится. Может, нам деньги понадобятся на другое что-нибудь, хотя... На что они нам еще понадобятся? Да ладно, давайте, короче, просрем все деньги, купим экзоскелет. Так, сразу же его наденем. Вот, отлично. Шлем нам уже, похоже, не понадобится, да? Так что его наверное надо будет продать бармену, хотя давайте продавать пока что не будем. Так, а в экзоскелете мы не можем сейчас бегать. Блин, нужно будет тогда... Ладно, пока что так мы перегружены. Так, сколько у нас здесь? А, у нас тут... Ладно, сейчас, может быть, пооткрываем, проапгрейдим все, что можно. Так, это пока что выложим. Да. Сейчас пойдем к ремонтнику, надеюсь, он сможет нам проапгрейдить наш экзоскелет. Сейчас посмотрим. Так, ну вот, дошел я до этого джаггера, который сможет нам проапгрейдить наш экзоскелет. Так, где у нас здесь возможность бегать? так, 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 количество контейнеров, усилителей сервоприводов. Вот, правда, так, пока что вот это вот, вес бронежилета, прочность костюма, блин, даже не знаю. Может, давайте лучше прочность костюма. Так, усилители сервоприводов, 20 тысяч осталось, отлично. Так, вот, количество контейнеров, замечательно. 11 тысяч осталось, можем еще что-нибудь прокачать или может сэкономить. Так, вот прочность костюма здесь можем прокачать еще. И, наверное, все. А, ну, 1500 гашение удара тоже не помешает. ПНВ, пси-защита. Так, ПНВ второго поколения. А, ну, давайте это, тогда тоже. Так, ПНВ может понадобиться. Если попадем в какую-нибудь темноту. Так, отлично. Все, теперь мы отлично экипированы, ну, и готовы для того, чтобы отправляться на Янтарь. Так, повесим вот этот артефакт. Повесим вот этот артефакт, и тогда сможем повесить еще вот этот. Так, радиация плюс 3, плюс 1, то есть плюс 4, здесь минус 3, минус 2. Да, замечательно, 122 килограмма. Я думаю, теперь мы уже точно готовы, чтобы отправиться на Янтарь. Так что в следующей серии мы уже будем на Янтаре, и будем искать в лаборатории X16 что-нибудь интересное. Ну, сейчас всем спасибо за просмотр, с вами был Хьюг, всем удачи, и пока. Субтитры